Охарь-купец 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 Удалой молодец Бром и хина? Да Он был бром, а она хина Такс Я люблю таксу Ну вот Они как рыски В конце, в начале сентября здесь проходит фестиваль такс Я ни разу еще не знаю В этом пруду клакали лягушки Такое все застывшее Я тут зимой не помню, когда была А мы не были? Да А на этом пруду лодки были Какое-то Спектакль смотрели На пив Ой, они на лодки на этой Угорели А потом их вывалился Крут Ну походу события Утопиться что-то решет Его вытащили Реанимировали Тут прямо перед нами Дай Как-то реаминировали Нет Искусственное дыхание Да, да Все прямо Вот так и говорили Большой дом Я сидела, носила, не пошивала Благохватни петухами, фигурами Я их бегу На платочке выхваю платочкой Ванечке даю лицо и руки Выстирать, аж у меня Ань, забывай Мама платье Как-то сделала, спрашивала У меня Крепутская весна Фестиваль Здесь мы сидели Я уже запомнила Надо брать билеты слева На первом ряду На левой стороне Мамечка ругает Чем ближе, тем лучше Она не догадает Что валют Серая Запевай, подруга Песню в ней Зупевается Как дела Катушки Сделала Песня Лево Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Спасибо. 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 Акторская ряда цель исполнителя. Акторская ряда цель. Спасибо. 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 Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо. Аплодисменты. 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 смерти исполняет казукин и симон губернатор субтитров А.Семкин Субтитры подогнал «Симон» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! которая была открыта ко дню памяти Антону Павловичу 15 июля в 2006 году. Инструменты подобные, вы уже видели из других размеров, стетоскоп, докторский молоточек, в связи с учетом, что действительно врачи широкопрофильные, врачи широкоподготовленные. Конечно, база образования медики. Чем очень известный политист Иваненко писал Антону Павловичу, «К вам, по слухам, собираются полу Москвы, какой вы счастливец!» Гостей сюда часто приезжало огромное множество. Все Чеховы были необычайно гостеприимными людьми, даже Чуковский вспоминал о том, что Чехов был гостеприимен как магнат. Сюда часто снижалось так много гостей, что некоторым даже некуда было уложить на ночь, некоторых приходилось укладывать на огромные сундуки, где хранили вещи. Сюда приезжают гости как званые, так и незваные, как желанные, так и нежеланные. Например, однажды сюда приехала девушка, прожила она здесь в Требе. Ее кормили, поили, укладывали спать, все как полагается. Но никто даже не знал, кому эта девушка приехала. На третий день сестра Мария все-таки решилась, подошла к ней и тихонечко на ушко шепнула, «А кому вы приехали?» На что-то честно ответила, что приехала посмотреть, как живет известный писатель. И как раз все гости вечерами собирались в такой гостиной, где пили роман, сыграли на инструментах, пили разные беседы, иногда шутили, иногда же философствовали и размышляли, говорили о искусстве, о театре, играли в ладонный интерес. Сюда часто приезжали люди музыкально одаренные, сидя за роялем, пела романсы Лика, хорошая подруга чахской семьи, частые гости этого дома. Играла на рояле, пела романсы, сюда часто приезжал известный до времени билетрист Потапенко, который подыгрывал ей на скрипке. Да и вообще можно сказать, что музыка супроволитала чахскую семью всю жизнь. Отец, Павел Егорович, имел прекрасный музыкальный слух и даже сам научился играть на скрипке, петь по нотам в церковном хоре, имел страсти к живописи. Брат Николай, Николай Чехов, будучи прекрасным художником, также виртозно играл на фортепиано, играл на скрипке, тоже у него получалось неплохо. Антон Павлович всегда считал, что самым одаренным в семье является именно Николай Чехов. Николай действительно был талантлив, но мягкотел и податлив, вел богенную жизнь. Антон Павлович переживал за брата, Николка шилоберничает, гибнет хороший русский сильный талант, гибнет не за грош. Что он делает? Делает все то, что пошло, копеечно, а между тем в зале стоит начатая, замечательная картина. Вот и здесь в этой комнате также висят некоторые работы Николая, некоторые из которых так и остались незаконченными, как на предваре, который назывался «Бедность». Здесь изображена швия, засидевшаяся за работой до самого утра. Примечательная же картина Николая часто не только в живописном, но и в биографическом плане. Часто он рисовал не с натурщиц, на которую денег не хватало, а с родственников или со знакомыми. Еще одна работа Николая Чехова висит на этой стене, в самом центре называлась «На девице в голубом». И здесь Николай рисовал Сулечки Ядовой, которая играет на фортепиано, о чем-то о своем мечтает. Если же приглядеться, то можно увидеть, на картине она не одна. Справа за столом в темноте сидит молодой человек, это Дюковский. Дюковский был другом семьи, тогда сватался к Юлечке. Но, как известно, у них так ничего и не сложилось. Так осталось он в темноте, только слушать ее музыку. Одна из ученических работ Николая Чехова висит на этой стене на Северной. И здесь Николай рисовал, это одна из ученических работ, тогда учитель привел своих учеников в Третьяковскую галерею, попросил нарисовать любую копию с любой картиной. Николай выбрал картину Сурикова Меньшика в Березове. Выбрал этот фрагмент «Женщина больной чахоткой». На тот момент, когда сам Николай болел чахоткой, так хорошо ее изобразил, учитель сказал, Николай будет самым мотаренным, самым благосостоятельным, талантливым курсом Северной. Большая, уютная, по-женски обставленная, с узкой белоснежной кроватью. Мария Павловна была лучшей подругой, помощницей для Антона Павловича. Она была учительницей, преподавала в истории географии в Московской Назио-Жестной. Сюда приезжала в Третьяковой и не ходила за столом в области на занятия. Кто осмотрел в комнату Марии Павловны, проходите в следующую комнату, который вы можете назвать. Это Александр Сергеевич Пушкин и Кристики Бренского. Этот портрет подарил бомдавский помещик с магией Мария Павловна в знак предложения руки и сердца. Она спросила совета у брата, на что тот ответил молчанием, но подарок остался и дал название этой комнаты. Также были и другие названия, итальянский, итальянский кокон, и ванны, что же сюда у нас были ванны, продолжали прерванные общения. В Тольстен Пушкинской есть несколько интересных фотографий. На той сфотографии Антона Павлович изображен в обществе двух женщин, Татьяна Дубовна-Щиркина Куперник и актрисы Лидия Егорская. Девушки очень долго усажены, смешали помешали Антону Павловичу, потому что он отвернулся и сделал серьезное лицо. И получила фотографию такое название «Искушение святого Антония». Также на одной фотографии Антона Павловича изображен вместе с Ликой Миссиловым, наверное, уже познакомились в кабинете с ней. Здесь работа Мария Павловна, Мельховский дом зимой, она была художницей. Здесь картина Браза от Березовой аллеи и еще одна картина Браза в Пукет по заказу Третьей эпохи. Ну, а когда в Мельхово приехала Татьяна Дубовна-Щиркина Куперник, то Антон Павлович решил ей показать дом, а через Пушкинскую провел несколько раз, что Татьяна Дубовна вместо восьми комнат насчитала целых восемнадцать. Друзья подшучивали над ней, что Чехов скружил ей так голову, что она не заметила главные люди на всем земном шаре, для которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это вела их рот. В семье Чехова было пять сыновей, одна дочь. Самый старший Александр был талантливым журналистом. На эту фотографию он со своими детьми Антоном и Николаем. Николай был художником, мы уже познакомились с ним в гостиной. Иван был учителем. В средних классах. Михаил по образованию юрист, также и был общественным деятелем. Мария Павловна преподавала в гимназии Ржевской историю-географию. И Мелихов ведет себя как хозяйка имения. Ну, как пушкинская проходная, и одна из ее дверей ведет самому спальню Антона Павловича. Сейчас можете посмотреть. Проходите. Оттановка этой комнаты всегда отличалась особой простотой и опрятностью. Здесь всегда была безгаризна чистота, много воздуха, из-за того, Чехов не любил ни вычурности, ни естественности, как люди, так и во всем, что его окружало. Кровать обыкновенная, железная, под белым покрывалом. Дверь в этой комнате обычно плотно запирали, так как Павел Горьш был человеком очень набожный. Из-за двери все доносились церковные песнопения, звуки молитвы, чувствовался запах ладана. Павел Горьш постоянно посещает церковь, но, несмотря на это, светские дела ему были не чужды, он помогал с делами в имени, но был Павел Горьш знаменит тем, что вел дневник. В дневнике записывал все события, которые произошли в церкви. В окрытой белой скатерти, когда гостей было очень много, то слово раздвигали, а когда гостей было слишком много, приходилось обедать несколько следов. На столе фаянцевый сервиз был куплен в московском магазине Дорогий Релиз в 1896 году. В современности мы этот магазин называем ЦУЛ. Приобрела этот сервиз сестра писателя Мария Павловна, он был очень большой, рассчитан на 48 персон. При помощи своей подруги, Лидии Стахиной Мизина, они доставили его в Мелехово, и очень обрадовали маму, Евгения Яковлевна. Теперь хозяйка кормила всех своих молодочисленных гостей из одинаковых. Ну, Антон Даш не любил вам готовить кофе, так как считал, что кофе получается не очень вкусный. Но кофейник подарок. Подарок младшего брата Михаилы и в дни приезда брата кофе предоставали. Да, мы получили. Привет. Да, коридор широкий, а комнаты узкие. Спасибо. Еще. Деньги ранены.